Славянская радио Продолжаем разговор Идём дальше Из Ютуба Олег Ветров Ваше видение, как объединить людей? Пока как-то не очень получается Благодарю Ну вот мы пытаемся тут Донести эту информацию Проблема в чём? В том, что все люди Во-первых, всех не объединишь По одной простой причине У всех людей Ну вот даже относящихся К одному народу, допустим Разная степень И потенциал к осознанности Разный потенциал И задействованы разные центры В матрице души Извините, я всё время буду К этой теме оперировать Потому что Ну как бы По моему мнению Всё идёт оттуда Допустим Ну вот смотрите 75% информации У человека Проходит через инстинктивный центр Матрицы души Что такое инстинктивный центр? Это центр, который связан С группой органов Расположенных до третьей чакры Это половые органы Органы пищеварения И органы Обрабатывающие Ну почки и так далее Всё, что выводит Наружно Ну а теперь смотрите Человек привязан К получению удовольствия Значит, женщины У женщины Это ведущий центр У мужчины двигательный Двигательный с позвоночником связан Центр действия Центр познания Я мира Значит Информационная среда Которая формируется Сейчас у нас в стране Ориентирована на поощрение Развития у всех Инстинктивного центра То есть максимальный Объём информации Течёт через него Вот определённые у нас Сайты глушат А порно-сайты нет Ни один Ну так, иногда заглушат Для порядка какой-нибудь Лучше бы они их глушили Потому что Вот Эти сайты поощряют Как раз Инстинктивный центр А сайты, которые Распространяют информацию Прежде всего по славянскому Мировоззрению Почему-то оказываются Все заблокированы Ну под видом там Ну понятно Роскомнадзор работает И так далее Так вот Объединить всех Надо работать на Тех, кто близок Вам по духу Ещё раз Вот Не надо всех Всех Это задача государства Когда там Придут люди Которые Могут Создать соответствующую Образовательную программу Не получится По-другому Почему? Потому что Ребёнок с детства Должен расти В определённой Информационной среде Пока вы её Не вычистите Вот от этих Наслоений А это Под силу Только государственной Машине И людям Которые в этой Машине сидят Если они понимают Что они должны делать Тогда всё Произойдёт Как положено Но это очищение Будет долгим Но должно смениться Минимум два поколения Чтобы одно Воспитало другое И так далее Под патронатом Государства Государства Машины Значит Поэтому Среди себе Подобных Эту информацию Надо распространять И людям Разъяснять Очень хорошо Было бы Обращаться К военному Сословию Потому что Эти ребята Которые сидят Разъявив Клювы И просят У социальных Паразитов Добавку в 100 Рублей К своей Пенсии По выслуге Ну Я просто Ещё раз Рекомендую Обратить внимание На фильм На ролик Беркута О Новом Иерусалиме Почему А он там говорит Очень интересную вещь Говорит Что вы думаете Нужно украинцам Евросоюз Да нет Их интересует Пенсия в 500 евро Говорит Мы им эту пенсию Когда сюда придём И устроим здесь Новый Иерусалим Дадим Так вот Большинство людей У нас Которые идут Работать на государственную службу Работают не на благо страны А работают на свою пенсию Я эту психологию Там срисовал Давным-давно Потому что В этом аквариуме Крутился И как бы Мне это всё сразу Стало понятным И вот эти многие Которые идут Якобы родину защищать Они тоже Живут в своей пенсии То есть люди живут старостью Которая у них Возможно будет Ну и потенциально Эти люди уже В душе Умирают Наполовину Вот У человека Бессмертна только душа Значит Если человек Привязывает свою душу К Внешним ориентирам Он убивает её При жизни Ещё При существовании души Здесь В трёхмерном мире И он не умеет Управлять своей душой Потому что Когда душа Уходит в пятое измерение Я это хранилище Называю Она там Находится в состоянии Темноты Потом она опять Когда приходит Вперёд Приходит в новое тело И так далее Но она не управляет Ничем Иногда эти люди Становятся привидениями И так далее Процесс Я описываю Как происходит Но неважно Извините Что я эту тему затронул Сейчас у нас Как бы Больше на политику Так вот Среди себе подобных Распространяйте Эту информацию И это будет Хорошо и здорово И учитесь жить Сами по славянским принципам И учите других Потому что Ну вот Как вот эти вот Вбросы Ааа 100 рублей Ну то есть Понимаете Человек думает Что люди на этом зарабатывают Ему в голову Не приходит Что кто-то Может работать Стратя свои деньги И те деньги Немногочисленных Спонсоров Назовём так Это слово Жертвователей И что это идёт Во благо всех остальных Во имя Независимого Информационного Обмена Это не церковь Здесь вас не обману Как говорил Товарищ Бендер Вот Это там такое Возможно Пожертвуйте На храмы Что-то Здесь говорится Конкретно Для чего это нужно Для того Чтобы осуществлять Независимый Информационный Обмен Всё Больше не для чего Проблема Существует Только в этом Ну вот Как-то так Понятно Значит От себя отвечу Для того Чтобы объединять людей Которые не очень-то Объединяются Не очень получается Необходимо Знать Несколько составляющих Жизни Общества Первое Необходимо Осознавать И понимать Что такое Варновость Если вы понимаете Что такое Варновость Вы тогда будете Говорить на языке Понятным Понятным Этому Представителю Из той Или иной Варны Второе Вам необходимо Понимать Всё-таки Немного Что такое Психология Потому что Если вы знаете Психологию Тем более Общественную Психологию Вы сможете Правильно Подбирать слова И ставить акценты Для того Чтобы вас понимали И третье Всё-таки Хотите Вы это Не хотите Необходимо Учитывать Различия Людей Не только По названным Признакам Варновости А ещё И по Генетическому То есть Родовому Направлению Если Одному Понятно Вот так То другому Понятно Вот это А с третьим Вам вообще Лучше не разговаривать Не будем Пальцем Показывать Но есть такие Вот Поэтому Если вы Элементарно Этой Работы С собой Не провели Не обтесали Себя Не обучили Себя Не понимаете То тогда Вам будет Трудно Разговаривать Со многими Ещё один Критерий Вам необходимо Быть Лучше Чем Другие Для того Чтобы быть Примером Для них Вы просто Должны быть На порядок Выше И тогда На вас будут Обращать Внимание Ну и В общем-то Если вы Всё это Делаете И ничего Не получается Значит Где-то Что-то Вы Не до Конца Понимаете Сами Значит Видимо Где-то Что-то Вы Не дотягиваете И Может быть С какими-то Другими Мыслями Не совсем Понятными Идёте С людьми Общаться Всё Зависит От нас Всё Находится В вас Поэтому Если Не можете Кому-то Что-то Объяснить Ищите Причину В себе Может быть Словарного Запаса Не хватает Может быть Знаний Может быть Примера Своего Может быть Что-то Не учитывайте Потому что Не знаете Того Что Я сейчас Перечислил Дополнение Ещё такая штука Как терпение То есть В любом случае Вы должны понимать Что Вы Вот мы Вроде как Говорим На одном языке Но Проблема В восприятии Всегда была Есть и будет Даже у людей Которые вроде как Близки по духу По мировоззрению Мировосприятию И мироотношению Она всё равно будет Терпеливо До людей Нужно Донести Идеи Не спорить Спорить Боже упаси Самоутверждаться Ни в коем случае Это гордыня И это плохо Вот Нужно различать Гордыню Чувство собственного Достоинства Гордость Гордыни Это плохо Чувство собственного Достоинства Это состояние Воинское И так далее По поводу Может быть Возникнут Слово Лучший Вот кстати Лучший Это очень хорошее Слово Русское Потому что У французского Слова Есть аналог Элита Вот у нас Элитой Принято называть Вот ту Грязь Которая там Занимается Определенными Делами Наверху А на самом деле Это связано Со словом Лучший А лучший Это качество Души То есть Меняясь Сам Меняясь Сам Если вы Меняетесь Сам И работаете Над собой Это невозможно Делать Не общаясь С людьми Себеподобными Вы будете Изменяться Сами Взаимодействии С другими Людьми И изменятся Они Вот у меня Такому принципу Тренировки Построены То есть Система Взаимодействия Это то Что принято Всегда у Славян Взаимодействие Взаимовыручка И так далее У нас ведь Как принято Это вот Как фильм Бородова Помните Когда он На Брайтоне Машину Покупал Меховские Друга Не обманывай Ну и он Много Не проехал Так вот Вот так Делать нельзя Если вы Этого Не понимаете И так вот Начинаете Относить На других Сто рублей Собирает Заработать Хочет На мне То Вот оно Так и будет Это ваше Мировоззрение И мироотношения Кстати Потому что Думая так Вы сами Так делаете Никогда Не бывает По-другому Нужно Различать Если вы Это не умеете Различать Ну Просто нужно Учиться Видеть в других Людях Определенные Качества Это возможно Будет Только Если вы Становитесь На путь Развития Осознанности А осознанность Это В первую очередь Безжалостное Критическое Отношение К себе Чтобы не было Так что В чужом глазу Соринку Видишь А в своем Бревна Не замечаешь Вот Со своими Плохими Качествами Нужно бороться Никто Кроме вас С этим Бороться Не будет Не надо Себя считать Идеальным Нет Идеальных Людей Нет Безгрешных Людей И так далее Светлых Очень мало Святых В последнее время Их не осталось Старцев Русских Вот Поэтому Ну вот Вроде как Дополнение Все у меня Ты вот Брата 2 Вспомнил А я вот эту сцену Видел воочию Жизни Когда на одном мероприятии Два человека Такой Определенной Внешности Вот так Тоже с иностранцем Разговаривали Примерно Вот один к одному Я даже Это в эфире Привел Золотая классика Русского кино Да Реально просто Стояли два таких товарища Какому-то там То ли американцу То ли англичанину Говорили через переводчика Один такой Мы узкие друг друга Не обманываем Я просто там Я сел Да Вот А еще такая добавка Еще очень немаловажна Зная конечно Варованность Варновость Особенности Психологических Там построений Цепочек Зашоренности И много-много другое Учитывая все это Необходимо говорить С людьми О том Что для них Насущно О том Что их Интересует Вот Подбирать Те слова И понятия Которые им Доступны Которые Будут им Понятны И какие-то образы В них вкладывать И только через это Вы можете переходить К более Каким-то возвышенным Взглядам Разъясняя А как Достыть Счастья Но ведь Каждый человек Хочет быть Счастливым Хочет человек Бый Частливым Скажите мне Покажите мне Хотя бы 10 идиотов Из 100 Которые Скажут Нет Я счастливым Быть не хочу Человек хочет Быть больным Нет Не хочет Человек хочет Чтобы вы Обманывали Тоже не хочет Человек хочет Чтобы его дети Были изнасилованы Чтобы вы были Ограблены Ваша квартира Сожжена И так далее Никто этого Не хочет Так начинайте С этого выговорить. Вот ты этого не хочешь, нет, ну только не переводите в походы на эти мероприятия, куда очень активно призывают, это ничего не даст. Приводите человека мысленно к тому, что необходимо это создавать в голове. Для начала осознание, потом условия, потом проект, потом объединение и воплощение этого проекта. Ведь то время, которое тратят люди перед телевизором, на вздохи ахи, на крики на улицах можно потратить более правильно. И это даст эффект, это даст определённый толк, это даст то, что необходимо сейчас. А вот эти ботанья, на мой взгляд, это неправильно. Митинги, пикеты, там, уберите руки там от того-то, пошли вон, там, пятая колонна, ещё что-то. Да, это волеизъявление, это здорово, отлично. Но дальше, какие дела? Какие дела? Что, от этого буржуины обкакались, обгадились, и всё, и памперсы у них закончились, они теперь ничего сделать не смогут? Да нет. Что, те гады, которые залезли во власть, ну, власть, опять же, неправильно применяю, к рулю добрались, чтобы вас доить и грабить, что они уйдут из этого бизнеса? Ведь, Вадим правильно ответил, это бизнес? Ну, покажите мне бизнесмена, который своему конкуренту просто свой бизнес возьмёт и отдаст. Покажите мне кидалу, который скажет, я вас кидаю, я вот расплакался, я огорчился от ваших слов и транспарантов, пожалуй, я себя почувствовал полным мерзавцем. Я уйду, что, он себя мерзавцем, что ли, не чувствует? Да чувствует он себя мерзавцем, он прекрасно знает, что он делает. Его не пробить этим. Необходимы реальные дела, реальные. Да, возможно, когда-то митинг нужен для того, чтобы показать, что мы едины, мы непобедимы, это наша воля изъявления. Но по определённым причинам, которые были в начале передачи мною названы, я думаю, что этим всё и закончится. Ладно, идём дальше. Реплика эфира из Ютуба от Олега Ветрова. Ответ получил. Благодарю. Надо людей переводить в общую информационную плоскость. Вопрос в эфир от Дмитрия. Здравия всем. Считаете ли вы, что против государств, партнёров, в кавычках, надо проводить проекты по разложению их общества в целях самозащиты? Или на них это не работает? Ну, вроде иммунитета. Благодарю. Ну, смотрите. Значит, всякому действию будет равное противодействие из метафизического мира. Если ты сеешь гадость, она к тебе вернётся. Однозначно. Я много раз в жизни в этом убеждался и видел, как людей обраточка-то посещает, причём так, что некоторые умирали. Значит, фишка в чём. Родственные народы нужно информационно образовывать. С ними с 40-х годов проводится жуткая информационная обработка, зачистка. Вот смотрите, во что немцев превратили. Это ведь наш родственный народ. Это народ воин. А нас за сто лет сколько раз втравливали? Так ещё в 19 веке сколько раз втравливали? А почему? Есть очень редкая работа о еврейском факторе, причём работу австрийц писал, о том, кто на самом деле руководил Германией. У меня это в электронном виде книжка есть, в свободной печати вы её не найдёте. Вот. Я её напошёл на просторах интернета, и то не всю, к сожалению. Значит, только перевод отдельных глав, но очень интересно. То есть открывает глаза на настоящий исторический процесс конца 19-го и первой половины 20-го. 20-го века. Значит, и фишка в чём? По-хорошему надо было бы создать принормальный... Вот этот Russia Today канал, он информационный, но он беззубый. Вот должны быть информационные информационные работы по типу, вот как пытается делать славянское радио. Делает, точнее, не пытается, делает. Но только при поддержке государства. Почему? Там много вменяемых людей, и с ними нельзя воевать, не надо. Есть общий враг, который стравливает наши народы. У нас прекрасно жили поволжские немцы, создавая хороший микроклимат в своих населённых пунктах и так далее. Они храбро сражались, в том числе, на войне против своего же народа и так далее. Но так получилось. Я статистику смотрел, сколько там было героев Советского Союза, среди них немало. Это с учётом того, что их, в общем-то, на войну не очень активно поощряли, брали, ввиду определённых пропагандистских выпадов и так далее. Но в некоторых случаях это может было оправдано, это всё-таки война, мобилизация и так далее. Такие вот дела. Поэтому как бы нельзя сеять там вражду. Нужно преобразовывать, но это только касается народа белой расы. С теми народами чёрной расы нужно стараться устанавливать деловые взаимовыгодные отношения. Просто нужно понимать, что они никогда другом не будут. Деловым партнёром да. А так, ну просто песню Высоцкого вспоминайте, полководец шею короткой должен быть в любые времена. Это же право-восток, ну и так далее. Вот это вот там оно так и есть. Ну извините, женские качества иньские, вот, они определяют стиль поведения целого народа. Это их информационная среда, в этой среде формируется их матрица души, с этим ничего не сделаешь. Ну вроде как ответим. Хорошо. Реплика эфира от Антона. Как всем цикл фильмов «Клич русской души»? Ты смотрел такой фильм? Нет, к сожалению. И я не смотрел, я не могу ответить. Идем дальше. Реплика эфира от Олега из Иркутска. 26 числа вышла активная часть людей на мирный митинг против воров и коррупции. Это как раз и есть проявление здравомыслия и общественной ответственности за страну. И не стоит, по моему мнению, данное волеизъявление народа массовое движение по всей стране привязать к вооружённым заказным оранжевым революциям. По примеру, Украины. А как насчёт примеров в Южной Корее, где народ выразил недоверие, президент сменила премьера. Нужно действовать, а не рассуждать на диване высоких материях. И не нужно верхоглядно призывать личность, привязывать личность Навального к этому событию. Он лишь трезво оценил ситуацию и действовал на фоне или на волне. На волне. И кто бы за ним не стоял, но он сказал правду, в отличие от многих патриотов. Я сам лично был в Иркутске на митинге и про Навального либералов. Там ни слова не было. Выступали люди из народа и с разными политическими предпочтениями и мировоззрением. Но единый, в том числе сгнивший преступный режим нужно мирно менять. Но Медведев к народу не вышел, не ответил про обвинения на его адрес. И СМИ даже не показали в среднем стотысячную демонстрацию в Москве и многотысячные в регионах. Им плевать, народ для них было. То есть таким образом власть сама провоцирует народ на более массовые и энергичные действия. И они будут это закономерно. И смею заметить, что нацгвардия и вооружённые силы России состоят из людей. И многие из них солидарны с митингующими. Власть сменится так или иначе. И это понятно и неизбежно. Благодарю. Вот такой революционный пламенный привет нам из Иркутска. Что скажешь? В общем-то мы частично эту проблему освещали. Значит опять нужно разделять. Я считаю следующим образом. Народ вышел и это правильно. В данном случае митинг был необходим. Был человек на митинге, не было его личное дело. Был молодец. Уважаю это действительно так оно и есть. От чистого сердца говорю. Но вы не питаете иллюзий насчет мирной смены власти. Насчет Росгвардии, полиции и так далее. Значит вы тоже иллюзий не питаете. Вот смотрите. Вспоминайте историю недавнюю, ребята. 90-е годы. Значит когда и аналогия сразу с Украиной. Группа неизвестных снайперов стреляла по народу, который вышел в Москве на площадь. Вот когда события вокруг Белого дома были. Ты же помните там про группу неустановленных снайперов. Кто он был? Вот у меня есть два предположения кто. Либо боевики определенной организации, которую ах никакими словами упоминать нельзя, потому что как же этот народ обижать. Ну либо это провокаторы из каких-то силовых структур, которые отрабатывали интересы той кучки, которая дербанила богатства страны распределяла их между собой. Не знаю, неважно, но это было. Еще раз, никто вам власть через выступление народа не отдаст мирно. Будет кровь. И вы просто отдавайте себе отчет. То есть, еще раз, Навального я не архаиваю. Я не говорю о том, что он плохой. Он сделал правильно. Вопрос, кто за ним стоит, это очень важный вопрос. Это вопрос выживания. То есть, если за ним стоит правильная силовая структура и правильные действия они делают, это один вопрос. Мы не знаем. То есть, гадать час на кофейной гуще я не хочу. То есть, мы это все просто не хочу повторяться, мы это уже раньше чуть-чуть обсуждали, час назад примерно. Ну вот, как бы моя позиция по этой проблеме. Постоянные митинги, еще, значит, дополнение. То есть, если власть себя так и дальше будет вести, то развитие событий будет очень простое. Мы его обсуждали. Нагнетание обстановки, дальше либо диктатура демократии, либо в некоторых местах ожесточенные стычки, перерастающие в столкновение между частью вооруженных формирований и гражданами. Вот это самое страшное будет развитие ситуации. А провокацию сделать, ну вот смотрите, если вы отслеживали митинг Навального в Волгограде. Ну помните, смотрели этот видеоролик, как там его провоцировали? Группа из трех человек и так далее. Вот эти записные провокаторы из молодых людей состоящие провоцировали толпу на проведение определенных действий против того же Навального. Он делает хорошую работу, молодец, ну просто нужно понимать, кто за ним стоит. Если он наемник чьих-то сил, ну все на его совести. Ну просто будьте очень осторожны и очень бдительны в этом отношении, кто вас куда призывает, зачем и так далее. На любом митинге возможно провокация. Если вы хотите от этого защититься, вы должны, ну понимаете, сейчас вот я сейчас перейду тонкую грань, где 282-я статья маячих, и сказать, что это все должно быть самоорганизовано определенным образом, что у вас должна быть структура, которая защитит вас от определенных провокаций, ну и так далее. Ну вы поняли, о чем я хотел сказать. Больше в этом отношении я говорить не могу, извините. Не вы одни слушайте эту передачу. У меня все. понятно. Вот ключевые слова здесь были воров и жуликов и коррупционеров. Если это так, то подумайте сами, кто мирным способом, а это бизнесмены, которые оборовывают, и коррупционеры это бизнесмены, которые кормятся. Да, просто так отдать это невозможно, они не отдадут, у них другого варианта заработка нет, а золотые унитазы им уже в их домах прижились, и они без них уже не могут существовать. Вот нравятся им золотые унитазы, вот нравятся им яхты, там еще что-то, нравится. И хочется, чтобы было как у людей, которые их окружают, чтобы такие же вилы, чтобы рядышком, по-соседски, по-дружески, чтобы было видно, кого там на черном воронке уволят, если он совсем заворовался или с кем-то не поделился, чтобы порадоваться можно было за человека, которого там в тюрьму повезли. Понимаете, они живут по своим принципам. Поэтому здесь надо понимать, что сейчас разворачивается многоходовка в шахматах. Черные, белые победят. Вы не знаете. Но и в том и в другом случае возможно следующее. Где-то еще завернут гайки. Где-то вместе с гайками кто-то попадет под пресс, и тогда польется кровь. Где-то гайка на гайку полезет, потому что справа и слева будут поджимать. И тогда у кого-то слетит резьба. И тогда машина будет ломаться. И тогда нас ждет то, что было уже в истории. Вам это надо. Поэтому есть простой, прямолинейный такой способ с разбегом и ударением в стену. Вот как муха в стекло бьется. Вот можно так. Больно, но понятно, доступно. Свет есть, прозрачно, значит, надо лететь. Ба-бах, отскочило, что-то неудачно. Надо еще раз. Ба-бах, отскочило, что-то неудачно. Не так до самой зимы. Пока не сдохнет, пока хозяйка ее там не выкинет. Есть другой способ осознать, что не все прозрачное позволяет через это прозрачное пройти. Это сложнее, но это интереснее, и это правильнее. Да, времени это занимает чуток побольше, но сейчас и другие времена. Сейчас уже кое-что другое включилось сверху. Это ведь тоже надо учитывать. А мы все сидим и думаем «Ой-ой-ой, ай-яй-яй, все было как было, так и осталось». Да нифига, все меняется, и все уже изменилось. Я не против того, чтобы вы сходили и выразили свое недовольство и посмотреть на реакцию. Я за то, чтобы когда вы шли, вы понимали, какие сюжеты возможны. Сюжеты простые, там их не так много. Кто-то использует кого-то в темную. К примеру, того же дяденьку известного, известное лицо, которому дают деньги или которому дают информацию, которую поддерживают. Например, под благовидными предлогами. И его задача – расшатать людей, создать ситуацию, чтобы был введен комендантский час в каких-то городах. Или начать переворот, оккупировать, как это было, например, в других странах, и чтобы вывели под оружием тех ребят, которые сейчас заседают наверху. Но дело в том, что российские власти подготовились к этому сценарию. И он просто так не пройдёт. И даже если вот в этих вот, как здесь было написано, в гвардии и в военнослужащих такие же люди, да, такие же люди, вы думаете, у них какая-то информация иная, которую показывают по телевизору, что там не проводится, политпропаганда, и им не рассказывают что такие митингующие, рассказывают, и они могут сочувствовать вам, но в случае приказа они будут вынуждены выполнять приказ. Надо понимать, что в данном случае так или иначе столкновения а-ля Майдан всё равно произойдут. Вопрос, проще? На первый взгляд, да. Потом будет лучше или будет голова болеть? Кровушка польётся или не польётся? И чья кровушка польётся? Что вы думаете, польётся кровь тех, кто наверху сидят? Нет. Да вряд ли. Польётся кровь тех, которые деньги кому-то обошляют сюда? Тоже вряд ли. Они не для этого денег дают, чтобы самим подохнуть. Они дают денег для того, чтобы на этом что-то сделать. Да, чтобы друг друга перебили туда и всё, что там. Понимаете, нужно освобождение вот этой территории, которая полна ещё по сравнению с другим миром, какими-то полезными ископаемыми, где можно жить вольно, раздольно. Эта территория, она уже объявлена зоной их интересов. И уже карта была поделена в 17-20 году Российской империи и России на маленькие-маленькие колонии, где что-то там в Сибири есть, где что-то там в России есть. И там намечено, какой интерес, куда, кто. Сейчас царьки будут расставляться по местам. Вы это учитываете или нет? Я-то не против выражения гражданской воли. Я за это. И это нужно делать. Вопрос, как вы осознаёте, что вы делаете и куда вас приведут. Если уровень осознания на стадном формате, то и приведут вас как стадо на очередную дойку или резку или стрижку, я не знаю, что-нибудь. Если на уровне общины, державы, то другое. Но вы тогда должны быть сами уже на другом ведическом уровне. Так что не против я этого. Это надо, но только правильно делать. Так, идём дальше, что-то мы задерживаемся. Реплика в эфир из Ютуба от Виталия Колесниченко. Добрый вечер, ведущий из Ритв Корень. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир от Виталия. Так и не покупайте у этого бизнеса. Сами прибегут к вам. Вопрос эфир из Ютуба от Виталия Микерова. Вадим, как думаешь, что нужно менять в системе или в государстве? Ну, как бы уже отвечал немножко, затрагивал в самом начале. Да всё верхушку, рыба тухнет с головы. Что там? Отфильтровать нормальных людей, которых там процентов 20, порядочных, ну, может, 30, не знаю. это оценить вообще-то очень просто. У них все декларации есть и по делам о них судить можно. Пока это не произойдёт, но ничего не изменится. Кстати, к предыдущему репликану, в смысле человеку, который реплику давал, то как-то по-дурацки прозвучит. Вот смотрите, митинг это хорошо, а что вы ещё сделали? Ну, так вот лично. Вот используйте интернет-ресурс, создайте, допустим, для информационного обмена у себя, ну, страницу, не знаю, как хотите, если вы этом понимаете. И вот эту информацию, которую мы доносим, распространите в своём регионе, но только опасайтесь статьи 282, внимательно изучите, что там подразумевается под термином экстремизм, и эту тему не затрагивайте, не надо. Не надо злить собак, вот. Обходить это стороной. Есть способы, ну, скажем так, создавать этим людям определённые проблемы законными способами. Вот я сейчас это всё здесь озвучивать не буду, но делайте ещё что-то, кроме просто сходить на митинг. Понимаете, вы волю выразили, молодец. А что вы сделали ещё? Вот система вот этого самообучения и самоорганизации, она вообще-то была когда-то до переворота 2017 года, и люди это пытались сделать. Понимаете, но тогда информационный обмен был немножечко более сложным, другим. Вот без этого ничего не будет. Алексей правильно сказал, вы, когда идёте на митинг, вы же ждёте, вы же идёте на войну. Понимаете? А вы идёте туда и думаете, что вам там хлебом с солью встретить? Нет, провокаторов там более чем. И к этому надо быть готовым. А это должна быть организация и в том числе митинга того же, если вы хотите его провести. Думайте, как это правильно сделать и как обезопасить себя и тех, с кем вы идёте рядом. Это очень сложная ситуация. А вышедший на стихийный митинг, ну выразили волю дальше, что они посмеялись над вами и всё. Написали митинг детей и всё. Вот и всё. Дурачки, которые там живут телевизором, это всё понесли. Я знаю, что это было не так. Я внимательно за всеми событиями этими слежу. Вы понимаете, делайте ещё что-то, кроме хождения на митинги. А это вот намного сложнее. Это нужно делать каждый день. Ну, я пытаюсь вот своими методами, всех рассказывать не буду, неважно. Но я в этом информационном поле стараюсь что-то сделать. Большего пока сделать нельзя. Есть люди, которые, когда до них дойдёт, это сделают. вы вносите свой вклад. Ну, как-то так вот. Всё у меня. Я с тобой согласен во всём, кроме формулировки создавать проблемы властям. Дело надо понимать. Нет, в каком плане, сейчас внесу поправочку, то может там... Да. Значит, законный способ борьбы определённый. Вот, против коррупции. Хорошо. Навальный хороший этот самый. В вашем городе нет коррупционеров. Понимаете, хорошо там говорить Димон, уходи и так далее. Ну, выберите конкретную цель, боритесь с ней. Есть, по крайней мере, такой вот товарищ, как Камикадзе Ди, который там освещает. Неважно, к нему по-разному можно относиться, но он поднимает очень много таких сложных проблем и показывает тех людей, которые конкретно совершают определённые действия, которые нарушающие закон. Люди во властных структурах сидящие и так далее. То есть, речь идёт только о законных методах борьбы. То есть, у этих людей сейчас проблем нет никаких. То есть, с ними никто не борется законными способами. Попробуйте хотя бы этот способ. Ну, вот, это поправочка к предыдущему моему заявлению. Я почему, да, благодарю тебя. Почему я сказал, что слово «проблема» здесь не подходит? Почему? Потому что, когда вы приходите в какую-то организацию, должны понимать, в этой организации исполнители такие же простые люди, как и вы. Ваши соседи, ваши, может быть, знакомые, знакомые ваших знакомых. Вы, когда трепите нервы им, вы создаёте проблему в обществе. Вот в вашем, так называемом, социуме, дурацкое это слово, да, в вашем обществе. Но не для тех, которые создают условия игры. Поэтому вам необходимо придумывать такой способ общения, чтобы вы не нагнетали проблем, не создавали неработрёпки простым людям, потому что они всего лишь исполнители. Кто-то смирился, кто-то думает, что он доброе дело делает, но они исполнители. Но при этом искать того, кто создаёт проблемы. Объясню ещё дальше. Если вдруг машина даёт сбой, то наверху люди, может быть, от большого, в кавычках, ума, делают следующее. Вместо того, чтобы подумать, что что-то не так сделано, они начинают вводить новую поправку к закону или новый закон. У нас сейчас этих законов, как собак нерезанных, они уже сами путаются и часто бывает один закон другому противоречит. И для юристов-аферистов многих это клондайк просто, потому что по этому закону вас можно осудить, а по соседнему закону вас можно оправдать ещё вы, чтобы получили компенсацию от кого-то. Вместо того, чтобы жить по совести, ладу с природой, это единственный закон, по которому должен жить человек. И второй закон, как дополнение, свято чтить богов и предков своих, то есть понимать, кто вы, откуда, зачем и как. Других законов в нормальном обществе не надо. Никогда нормальному человеку, воспитанному в этом законе, в этих вот двух понятиях, никогда в голову не придёт кого-то обворовывать, кого-то подставлять, кого-то там куда-то направлять не туда, убивать без каких-то там причин, что кто-то на вас там полез, а просто так ради разнообразия, изувечки и так далее, кого-то изнасиловать. Ну, нормальному человеку это в голову не придёт. В нормальном обществе это не может быть, просто это не может быть. А там, где общество извращенцев, которых создали при помощи Дом-2, мультиков вот этих поганых, каких-то там шоу с бесстыжими тётками, сайтов распущенности и так далее, вот там это всё возможно, где постоянно говорят возьми от жизни всё, там, стань банкиром, иди играть на бирже, там, играя в этом, как там, Форес это называется, или ещё чего-то, я не знаю, как там эти всякие биржи называются дурацкие, то есть создание якобы денег из... А? Форекс. Ну, не важно. Форекс. Пофигу, мне это не интересует. Вот создание там денег из пустого места, и многие идут, они не понимают, что они делают, они разрушают себя, они ограбляют себя, других и так далее. Им кажется, что там всё так легко. Вот в нормальном обществе вот эти все прослойки, искусственно созданные, они просто отпадают, и не нужны регулирующие законы и регулирующие структуры и так называемые регулирующие фирмы. Люди не занимаются болтовнёй, не занимаются перекладыванием бумажек с одного места на другое, а просто трудятся, причём трудятся не 8 часов в день, не 12 часов в день, а трудятся там 3-4 часа в день. Плодотворно пошёл, сделал важное дело, всё, дальше ты идёшь заниматься детьми, обществом своей, общиной, чем-то ещё. На следующий день пошёл, потрудился ещё там 3-4 часа, сделал важные дела, и всё. Производить надо блага, блага, которые не уничтожают землю, блага, которые не входят в конфликт с божественным промыслом. Вот какая наша задача. И тогда не нужны будут эти дурацкие законы и институты власти, которых там уже понапридумывали. Не нужна будет армия этих бездельников-охранников, не нужна будет армия, которая внутри от народа кого-то защищает. Чью-то собственность. Вопрос, а чья это собственность? Почему он в таком количестве? Почему народ такой злой? И почему он эту собственность хочет посягнуть? Так вы сделайте, чтобы народ был счастливым. А сделать его можно только тогда, когда по праве будет жить народ по общинным нашим укладам. И всё, все будут счастливы, не надо будет ни от кого заборами городиться с трёхметровыми. Всё очень просто, очень доступно и очень понятно. Живите по-божественным, устоим, конам, и всё будет хорошо. Идём? Да. Сейчас маленькая поправка, в чём не очень согласен, но как бы ты описал общество не идеальное, но которое вот живёт уже развитое, назовём его так, осознанное. Закон нужен, как правило игры, регулирующий. От русская правда. Он хорошо всё регулировал, это короткий свод законов, они вот эти размазанные по многотомным документам, буквы, где запутается любой человек, это талмуд напоминает нам. Закон должен быть неотвратимым, коротким и понимаемым. Правила игры. Вы же либо читаете 20 страниц, либо это 3 страницы и всё понятно. Можно составить документ по-разному. Это очень должны понятные правила быть. И в законах в нормальном государстве, в славянском, даже не в славянском, в нашем многонациональном, но где по ментальности люди очень близки. Несмотря на то, что как бы у нас у некоторых народов немножко разные корни, ну потому что здесь на этой территории проживают группы народов 1, 2, 3. Вот. Но это родственные все народы. Несмотря на некоторую разницу в языках, но объединяющий-то русский язык, так поэтому и говорю русский. Значит, фишка в чём? Значит, неотвратимость наказания в сочетании с тяжестью исполнения. Ну вот, за смерть ты должен заплатить смертью. Если родственники простили, ну тогда да, никуда не денешься. Ну а так, извините, тогда вот эти лихачи, которые сейчас сбивают людей на машинах, у которых денег много, ну они бы подумали, ну десяток другой бы повесили прилюдно. Глядишь, перевелось бы. Распространяешь ты наркотики. Ну надо делать, как вот молодец товарищ Дутерто. Кстати, про закон. Закон у нас защищает жуликов, воров и убийц. Вот на уровне ООН Дутерто погрозили пальчиком. Он что делает? А он уничтожает наркотарговцев. Извините, наркоторговец это человек, который несет медленную смерть. Причем очень коварно. Там есть такие способы распространения, не буду их тут в эфире распространять, просто мне мои друзья из полиции и милиции рассказывали. Очень изощренные способы, особенно для женщин. И как бы вот за это это бы я даже бы не вешал. Какой-то другой надо способ наказания придумать, чтобы мне повадно было так делать. Но вот за это смерть. И нет никаких снисхождений. Такая штука, как условно-досрочное освобождение, распространяется абсолютно на все виды преступления. Вы знаете, кто по ним выходит? Нет? Те, у кого денег много. А те, кто нечем заплатить, сидит, мотает по полной катушке срок и так далее. Вот пока в этой среде не будет наведен порядок и не будет неотвратимость наказания вне зависимости от того, какую ты должность занимай. А кто это может гарантировать? Да только верховный правитель. Вот из старины приведу такой пример. Иван Васильевич Грозный с его опричниной. Почему его так ругают и поносят и скажем так дискредитируют историческую науку и так далее? Не все, но некоторые. Да потому, что он страну спас от развала и он ликвидировал боярскую олигархию. Методами по тому времени не очень лицеприятными. Но я уже говорил, приводил пример, что во время зачисток Ивана Васильевича погибло 7 тысяч человек по самым завышенным оценкам, а в демократической Англии было повешено 70 тысяч бродяр. А во Франции просветлённой около 35 тысяч человек было вырезано в то же время. Ну и так далее. Ну как бы всё по дополнению. Мы-то стремимся к тому обществу, которое должно быть, поэтому я говорю про то общество, чтобы людям рассказать, что в нормальном обществе и о том, о чём ты говоришь, неотвратимость наказания и адекватность этого наказания, то есть заслуженность наказания будут всегда на самом высшем уровне. Но задача общества в первую очередь не ловить преступников, а делать так, чтобы этих преступников не было. И вот если мы говорим про то, как надо жить, то я в очередной раз говорю, жить надо так, чтобы преступников не создавать, чтобы барыг не создавать, чтобы воров не создавать. И тогда других законов никаких не надо. С детства ребёночек понимает. Жить по совести в ладу с природой. По совести это значит не обманывай, не делай того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Помогай ближнему своему, помогай тому, кто нуждается, а не кто кричит, что он нуждается. Делай так, чтобы все люди окружающие тебя были счастливы, тогда и тебе не придётся ставить заборы. От счастливых людей не надо отгораживаться. Счастливым людям, наоборот, идти всегда хочется. Поэтому делай так, чтобы люди были счастливы, и ты будешь счастлив. Вот простой уклад. Вот простой уклад славянского жизнеобеспечения, жизнеустройства. А если ты забыл про своих предков, то всё остальное разрушается. Поэтому святочки богов и предков. Живи в ладу с природой. Вот и всё. А то, что мы там говорим, там разговоры какие-то, они сейчас нужны. Время разговоров пока ещё не прошло. Но пришло время, когда разговоры, без них осмысления нет, но когда разговоры уже пора переводить в какую-то жизненную основу. Это бытие, это не надо уходить в лес куда-то, не надо уходить в чистое поле, как это некоторые делают, продавать какие-то квартиры. Этого не надо делать, я к этому не призываю. Не надо там подстерегать какую-то власть, отстреливать чиновников и так далее. Это глупо, это бесполезно, потому что в обществе гнилом, даже если вы расстреляете тысячу чиновников, на их место прибегут другая тысяча. Понимаете? И вы этим не поправите, вы просто уменьшите количество населения своей страны. А если вы с вами... Да, вы просто внесёте кучу несчастья в нашу страну, вы просто сделаете кого-то сиротой, вы просто кого-то озлобите, на вас начнётся охота и так далее. Проблема этим не решится. Ну, добавится в тюрьму побольше людей, ну, добавится в детский дом, интернат побольше людей, которые выйдут такими, может быть, не совсем правильными людьми, как вам это нужно. Вот, горе добавится, крови добавится и так далее. Прежде чем что-то сделать, вы подумайте, к чему это приведёт. А вот это уже уровень высшего пилотажа аза, человека, осознающего, что делать. Ведь всё примитивное, оно потому и сейчас срабатывает, потому что люди, как мухи, бьются о стекло, они не понимают, что стекло пробить мухе не удастся, но они не видят, какой выход, поэтому они и занимаются этой ерундой, занимаются усилением злобы. А те, кто сверху сидит, кто это создаёт, они создадут ещё один закон, десяток законов, которые вам придётся, опять же, обходить, и с которыми вам придётся бороться, сражаться. И вы будете злобить таких же, как вы. Те люди, вместо того, чтобы пойти к детьми заниматься, они будут теперь сидеть на работе, а их дети будут подворотнее наркоманить, воровать. Понимаете, что вы делаете? Поэтому не сеете зла, не надо сеять зла, думайте чуть дальше, искореняйте зло изначально в себе, создавайте совместное что-то, предприятия создавайте, которые вас прокормят, которые дадут рабочие места таким же, как вы. И есть множество законных способов сделать так, чтобы эти предприятия трудились на ваш кошелёк, на вашу казну. И из этой казны вы сможете создавать что-то новое. Сейчас бездельников огромное количество, которые не умеют ничего, так дайте им возможность хотя бы пристроить, чтобы они начали работать. Они бездельники не потому, что они лентяи, а потому, что им негде работать. Создайте рабочие места для них. Создавая рабочее место, вы ещё дадите им радость жизни, успокойствие. Ведь не все у нас витязи, не все веси. Есть те, которые ведомы, которых необходимо перед станком поставить, научить его крутить ручку и чтобы он вырабатывал там 100 деталей в час или 100 деталей в день и за это ему дать денюжку. Он может быть непригоден для другого, но благодаря таким, как он, вы сможете построить что-либо. И это что-либо полезное будет и ему полезно, и вам полезно, и вашим детям, и у него, у благодатного этого человека, который будет за свой труд получать хорошие деньги, вполне возможно, родятся люди, будут привлечены, что-то дети, которые будут из другой варны, более высокой, и которым недостаточно будет только гаечку накрутить. Понимаете? Смотрите чуть пошире на этот мир, не упирайтесь в какую-то там глупость, примитив, в дуальность не упирайтесь, всё намного интересней, становитесь хозяевами на земле. Земля соскучилась по вам, она нуждается в вас. Земля в большом смысле этого слова. Вы хозяин жизни своей, вы хозяин этой земли. Живите в аду с природой. Читаем дальше. Вопрос эфир из Ютуба от Виталия Колесниченко. Спокойно, парни, всё тихо, схлопывается. Так, как в большинстве в руководителях люди амбициозные, а вот образование и целые ценности по нулям. И так везде. Но также быть не может бесконечно, верно? Вот и шахматная полоска финиша видна. Мы живём в интересное время. Мне интересно, что будет, когда мы перенесём финишную черту. Когда мы перенесём финишную черту? Вот это вот будет интересно. А это будет от коллективных усилий зависеть. 17-18 год, ну, 100-летний цикл завершается. Это такая петелька. И там сейчас обратно должна пойти этим ребятам, которые вот это всё 100 лет назад заварили. Они не понимают одного, что по космическим законам сейчас наступает эпоха высоких вибраций. Это вот светлая эпоха, тёмная эпоха. Кали-юга закончилась. Тёмный цикл. Но поскольку в нём остаточные явления были достаточно мощные, это же вот как след после пролёта самолёта. Он не сразу в небе же растаивает. Вот то же самое. Часть процессов этих вибраций тянется. Так вот, сейчас это всё будет работать против них по-любому. Но это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Ещё раз, как реплика для тех, кто говорит, что что-то надо делать, менять власть. Я вам недавно тут приводил. Два способа всего существует, как это меняется. И народ в этом практически в одном способе участвует, во втором практически не участвует. В нём участвует та часть, которая это может сделать. Все остальные способы — это катастрофа для народа и для страны. Перечитайте внимательно, когда книжка выйдет. Если её распространят, ещё раз говорю, в электронном виде, я не буду как автор возражать. Я это приветствую. Только единственную фамилию там не забывайте упоминать, что я автор. Всё. Это не гордыня, но это просто как бы желание того, чтобы мой труд имел авторское воплощение. Ну вот, как бы всё. Хорошо. Реплика в эфире из Ютуба от «Некто». Устремлённость к благочестию. Таких демонов не так легко взять. История Земли тому подтверждение. Ну, согласен, да. Ну, надо работу проводить свою неуклонно и так далее. Понимаете, если вы сейчас имеете в виду демон как метафизическую сущность, ну, она же подпитывается энергией и действиями людей. И некоторые из них уже приказали долго жить. Ну, не буду говорить откуда информация, но мне иногда показывают. Вот и всё. Если думаете, что эти ребята поклоняются Богу, ну, те самые, которые иудаизм, нет, вы читайте, откуда у них вся информация исходила. Из мрака дыма огня. А Бог у них страшный и свирепый. Ну, вот и думайте, что это за сущность, которой они поклоняются, которой они приносят кровавые жертвоприношения, которых никогда не было у славян. и вообще, что за этим стоит. Вот и всё. Мир намного сложнее, и в нём есть пласт, который глазом человек не видит. Но когда он начинает заниматься практиками внутренней сосредоточенности, вы там начинаете кое-что видеть. Сейчас я, может быть, выгляжу как дурак в глазах некоторых, ну, поверьте, этим занимаюсь давно, больше 30 лет. Там много чего видно. Привидения там не самое страшное, что обитает. Вот, я там своего рода подборку веду, потому что общаюсь с другими подобными там себе. Составляю картотеку, чего видели. Некоторые вещи совпадают, причём так интересно. Ну, есть там разные ребята. Так вот, они подпитываются страхами людей, действиями и так далее. Если вы переходите на сторону тёмной силы, ну, как бы там это ни звучало после там фильмов с Дартом Вейдером и прочими ребятами, ну, это так и есть. На низкие вибрации вы начинаете эту силу питать. Поэтому нужно стоять на принципах наших предков. Всё. У меня всё. Угу. Реплика эфира из Ютуба от Виталия Микерова. Вадим, так в судах уже коррупция? Кто не верит, посмотрите про судью Новикова. Ох, да, я же с вами полностью же согласен. Я 8 лет регулярно бился с такими организациями. Ну, собственно говоря, фишка в чём? Нормальные, порядочные люди там ещё встречаются. Система устроена таким образом, что даже обращение в высшую квалификационную коллегию судей не оказывает воздействия на судью, который, ну, нарушает закон более чем явно. Я вот, когда выступал в судах, я там в некоторых случаях приходится ссылаться на Конституцию. Ну, ссылка на Конституцию вызывала радостный смех у судей. Ха-ха-ха-ха, да вы ещё там сошлитесь на харте увольности или ещё чего-то. Вот жалко, их нельзя было записывать на аудиосредство, запрещалось там мне это делать. Ну, неважно. Дело в том, что помимо обращений в суд существуют другие способы. не все судьи пока ещё такие, но много. У меня, допустим, была практика, когда попадался хороший, нормальный судья, как правило, да нет, были молодые, нормальные, его убирали и на его место ставили другого. Вот тот другой выносил решение, которое было абсурдное, идиотское, но оно вступало в законную силу. И обращение в ту же квалификационную коллегию судей не давало абсолютно никакого результата. А на них нет другого способа воздействия, к сожалению. Ну, система так устроена. Поэтому пытаться надо, но говорю ещё раз, это пассивные способы, самый лучший это распространение информации. Но надо испробовать все способы. То есть, вот не знаю, как, блин, фишка в чём. Понимаете, эти люди, когда вы под ними прогибаетесь, они начинают вами управлять. А вот так вот, если на него посмотреть, ну что за ним стоит? Мешок денег и больше ничего. Я вот всегда на таких смотрю, так, вырублю, не вырублю, как правило, вырублю. Там среди них нет воинов, никого. Вот он стоит, ну, чмо-чмо, в дорогом пижмаке с часами и так далее. Но у него мешок денег и за ним стоят силовые структуры, которые его охраняют. Ну почему? Потому что им платят из государственного кармана. Они вроде как полунаёмники. И он это всё использует, но не надо перед ними гнуться. Они же это сразу видят. Вот независимых их и сильных духом боятся. надо пробовать, ничего страшного. Вы понимаете, как, обращаясь в суд, даже когда судья выносит решение заведомое, вы отработаете схему до конца. Это всё сохраняется в архивах. Потом, когда сменится власть и туда придут нормальные люди, на этого судью уже будет лежать материал, что он судил не по закону, а вот дальше должен вступить принцип, по которому этот судья должен потерять право на пенсию, которая у него составляет две трети от зарплаты. И он никогда не сможет работать в государственном секторе. Вот если это всё не делать тем, кто придёт к власти, то они никогда порядок в стране не наведут. Вот и всё. А дело бережно храните что там с фамилией того, кто вам неправомерно отказал. Пускай лежит. Времена изменятся. А вы таким образом выявите человека, который работает не по закону. Он должен работать по закону. Как-то вот так. Я ответил, Хорошо. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Вадим, можно ли ссылку на книгу, если дашь, буду распространять? Ну, в электронном виде я не видел. Говорят, есть. Мне рассказали, ну, честно говорю, не знаю. Пока она лежит в издательстве, а эту вторая она еще даже не вышла. Если выйдет, кто-то опубликует, пока ее нет. Я ее пока не публикую в электронном виде, потому что как бы хотелось, чтобы она вышла на бумажном носителе. Почему из-за бумажных носителей электронную можно версию заблокировать, бумагу вы передадите и вы можете с ней работать. я в электронном виде книги читаю редко, когда просто нет аналогов. У меня все книги исчерпаны, они с пометками, я с ними работаю. Это единственный способ передать знания сквозь века. Вот и все. Как бы это пафосно не звучало, но это единственный способ. Ну, как выпускник исторического факультета я это знаю на практике. Вот таким вот образом. Следите за ситуацией, как только будет. Я знаю, постоянный слушатель. Ну, как-нибудь этот вопрос решим. Таким образом. Хорошо. Солнце, какую именно работу Успенского? Название какое? Благодарю. Да у него много работ. Собственно говоря, самая большая, которую я ценю, это психология личной эволюции человека. Там есть второе дополнение «Космология личной эволюции человека». Это тоненькая очень книжка, но как раз он там описывает элементы осознанности. Ну, вот именно эта книжка стоит сейчас бешеных денег. Ну, по крайней мере, на проспекте мира у тех ребят, которые там литературой торгуют. Не потому, что они на этом наваривают, просто ее там нет. Ну, основные постулаты с этой книги я цитирую в своей книге «Метафизика. Путь воина». Вам дешевле будет купить ее, честное слово. Не потому, что ее рекламирую, просто я, еще раз, позиционирую себя как продолжатель идей Успенского и Горджиева, причем как бы через практические упражнения и так далее. Что это из себя система представляет, ну, я описываю именно там. Причем языком более понятным для современного человека, а не того, который жил сто лет назад. некоторые положения из тех, что писал Успенский, ну, как бы немножечко устарели в связи с тем, что наука шагнула немножко вперед. Ну, я полагаю, что то, что я внес, не испортило, а как бы усилило его работы, вот и все. Я не скрываю, какие там мысли его, какие мои и так далее. Я всегда делаю ссылки на авторов, которых беру на вооружение, потому что, ну, есть масса умных людей, которые достойны того, чтобы популяризировать и на них ссылаться. Я никогда не воровал чужие мысли. Благодарю. Вопрос эфира из Ютуба от Евгения. Как Вы считаете продуктивно внедрять правду о прошлом в образование именно школьных систем, детей и молодёжи, формирование будущего для державы? В обязательном порядке, просто это нужно делать очень аккуратно. То есть, понимаете, маленький ребёнок, он мыслит образами, ему сложно объяснять некоторые категории. То есть, нельзя говорить, что тут дяди убивали других дядей и так далее. То есть, этот вопрос, я на него не могу дать быстрый ответ, но это делать надо. То есть, надо называть вещи своими именами. Когда Вы начинаете говорить изоповым языком, Вы уже уходите от пути правды, от пути истины. Вот и всё. И детей к этому нужно приучать с детства. Это вот как раз один из элементов развития осознанности. Ну, как бы так. Ведь историческая наука, ну, как бы её все ругают, ну, абсолютно правильно, потому что используют её как абы что, но если там всё правильно выстроить, то она учит очень многому. Вот. Нужно просто правильно акценты расставлять. Значит, за детьми и образованием детей будущее обучение. Понятно. Только это надо делать правильно, не перегибая палку и говорить правду, как она есть, но, опять же, учитывая, кто перед Вами. Да. Идём дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Виталия Колесниченко. Алексей, я бы подсобил вашему радио, но я из Украины и у меня сейчас трошки другие приоритеты плюс свои проекты по социальному развитию города. Дальше следующий Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Вадим, так государственные власти все с ума сошли? От них можно… Ну, вернее так, все с ума сошли, он утверждает. От них можно какой-то нормальный закон получить? Мне думается, вряд ли. Ну, вы абсолютно правы. Ну, что там, вы смотрите опять на те события, которые происходили совсем недавно. Что делать, не знаю. Ну, либо знают, но это все идет в плохом направлении. Законы эти не работают. Кстати, в одной из работ по вырождению народов количество законов… А, работа Машковцева. Это вот двухтомник русской расовой теории до 1917 года. Он там приводит, как один из примеров деградации народа, деградации власти в том числе, в первую очередь руководителей и паралича системы. Плодится огромное количество законов, которые не исполняются. Вот и все. Причем законы теряют смысл, законы проводятся ради того, чтобы они плодились. Вот вы видите это все сейчас. То есть это один из признаков. То есть вот этот двухтомник — это ценнейшее собрание работ, которое поможет раскрыть глаза на многие аспекты, которые происходят сегодня. Вот таким вот образом. Там, какого-то расово описывается и так далее. Почему-то у меня такое представление, ощущение, что ничего с тех пор не изменилось. Ну, в общем, да. А так этот период, он ведь длительный. Нет, почему? Смотрите, во времена, когда к власти пришел нормальный верховный правитель Лёси Виссарионович, система работала достаточно хорошо, и такого идиотизма в законах не было. Ну, как бы, я немножко этот вопрос изучал и смотрел законы того времени. У меня есть полное собрание сочинений Иосифа Виссарионовича прижизненное. Бережно я его храню и читаю периодически некоторые вещи. Так вот, в отличие от товарища Ульянова Бланка, он писал очень понятным, коротким языком. И все, кто с ним работал, вот в своих мемуарах пишут, что Сталин своих подчиненных ценил их способность коротко и понятно выражать и передавать свою мысль. Если этого нет, то у нас получается вариант Черномырдина, Кличко и так далее. То есть, когда человек не может ясно выразить свою мысль и коротко, он уже не воин. Потому что, извините на войне, пока ты там будешь блеять, милостивый государь, не соблаговолить его, левы. Ну, вас уже убьют. Таким вот образом. Поэтому, ну, как бы, вот так. То есть, система сейчас устроена так, что социальный паразит, тут он не приходит работать на благо народа, он приходит воровать, брать на свой карман. Все. Он как глист, как пиявка там, как хотите. Он готовит себе пути отхода, недальновидные не готовят. То есть, те жрут просто так. Вот сколько случаев публиковалось, задержали там начальника автодора одной области, у него дома находят четыре ящика с деньгами. То есть, человек не знает, на что их тратить. То есть, фантазия бедная. Я так понимаю, он все, что можно перепить, перепил, все, что можно там с бабами сделать, сделал, куда мог съездить, съездить, все, фантазии закончились у человека. 50 квартир купил. Вот больные люди, действительно, вот как их называть? Больные люди, больные коллекционированием фантиков. А оторваться от кормушки они не могут. Что самое странное, я вот смотрел, там вот сколько один из руководителей Москвы нацеревал, ему 70 лет, состояние, по-моему, миллиард, да, а то побольше. Ну, сколько он будет его тратить? Куда столько? Ну, это, ну, не знаю, больные люди и все. У меня вот, что пример, Иосиф Виссарионович, хоронили две пачки книг, две смены белья и так далее. Вот это пример государственного деятеля. Работал на общее благо, оставил великую страну. Все. Дальше. Давай. Так, реплика эфира из Ютуба. Это все сказки, как жить в равенстве, как распределять богатство, почему скидываться, детский сад, оружие хотя купил бы для защиты. Провокационный вопрос, на него не отвечаю. Ну, здесь, я думаю, так, что для того, чтобы рассуждать о том, сказки это или не сказки, необходимо всё-таки изучить уклад наших предков, необходимо понять, как жили, взвесьть это всё, подумать, а свойственно ли это человеку нашего вида или не свойственно. Вот на мой взгляд, та цивилизация, которая сейчас пришла в этот мир, она не свойственна нашим генам, не свойственна нашим родам. И поэтому какой-то надо иной способ существования искать. А то, что купить оружие, чтобы отстреливаться, это вот как раз тот вариант. Сначала купил оружие, чтобы отстреливаться, а потом, когда стало совсем хреново, я пошёл к соседям, чтобы застрелить их, для того, чтобы забрать у них то, что есть. Вот как раз это из этой серии. Просто незнание, непонимание, как жить, оно приводит вот к таким высоким заборам, к пулемётным вышкам, к оружию, к запасам большим и к собакам, которые бегают по периметру, чтобы охранять хозяина. И постоянно от каждого шороха просыпаться и с синими глазами не выспавшимся бежать там, зарабатывать себе ещё на кусок и переживать, а не разграбили ли твой дом в твоём отсутствии. Вот это вот принцип, который сейчас нам навязали. Я не против этого принципа. Если хочется так жить, то, пожалуйста, может кто-то счастье получает. На мой взгляд, это садомазохизм и ничего более. Вот. Надо знать, как жили наши предки. Незнание не освобождает. Ну, дальше знаете, отчего. Реплика из Ютуба от Дмитрия Белявского. Был фильм по одному из центра каналов ТВ, кажется, ТВЦ, где рассказывали про события дома правительства 1993 года, где люди подтверждали, что снайперами были агенты МОСАД. Правильно вы все говорите, да. Ну, кстати, есть упоминание о том, что МОСАДовцы отличились не только в России, но и в ближайшем к России государством, где людей постреливали на демонстрациях, митингах и так далее. Ну, я хочу дальше развить, ну, как бы попадает под рамки 280. Не, ну, здесь понятно все, просто я говорю, есть такие сведения. Так же, как художник, комментатор, не пишите про оружие не надо, не потому что я не могу ответить на ваш вопрос, могу и вы же не знаете, кто я, что я представляю, поэтому не надо писать. Поэтому, да, поэтому мы, как бы, глупости не рассматриваем, отвечаем так, как надо жить, на мой взгляд. Сказайте, вы это должны просто понимать. Все. Вот, на мой взгляд, мы говорим о том, что необходимо сейчас сделать, что можно делать для того, чтобы не было крови и каких-то там переворотов, каких-то революций и так далее. Потому что, ну, явно ситуация нагнетается. Явно. И примеров тому, как в очень близком окружении России, так и не очень близком, огромное количество, и сценарии везде одинаковые. Обратите на это внимание. Просто обратите внимание, как это все происходит. Благие намерения, все здорово, все отлично. Во что это потом все выливается? Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Вадим, так власть сама же законы пишет. И как тут быть? Мне кажется, мы об этом уже говорим. Так она и пишет для того, чтобы их никто не мог перебить, выгнать. Она пишет правила игры. Пока правила игры не будут изменены, ничего не произойдет. То есть, любой, кто придет к власти, вместо вот этих должен эти все правила убрать и написать ноутбе с чистого листа практически. И это касается любых... Ну, я бы рассказал механизм, что надо делать, потому что там все очень просто и понятно, но опять в рамках этой передачи нельзя это делать. Вот и все. То есть, средство информационного обмена сейчас самое эффективное, что мы можем сделать. законно, не подвергаясь себя риску попасть вот под эту норму. Еще раз говорю, это не вопрос страха, а это вопрос осознания того, что как бы есть целесообразность определенных действий, а есть нецелесообразность. вот я сейчас общаюсь с людьми, с вами, со всеми, я вас никого не вижу и не знаю. И вы меня тоже не знаете. Поэтому как бы о нас слушают не только друзья, сочувствующие и так далее. Некоторые реплики, я так полагаю, ну, вброс троллей и так далее. Может быть. Может быть, это просто человек в сердцах так мысль вкинул, не знаю, уже извини, если так. Но бывает всякое. Потому что когда мониторю ту или иную информационную среду, я же там вижу, где тролли работают, где боты и так далее, где специально провоцируют. Вы же поймите еще раз к тем, кто идет на митинг. Там куча провокаторов и в сети куча провокаторов. И сидит этот провокатор там с погонами, допустим, или просто добровольный холоп, который это зарабатывает. А иногда представители вот того народа, они мониторят эфир очень хорошо, поверьте, там целый институт работает. И целая система добровольных помощников. И таких выщелкивают. Я же говорю, информационная у нас оккупация и информационная война на уничтожение. Ведите себя как на войне, не как дураки. Ну, у меня все. На самом деле, да, так возможно все, что ты говоришь, и есть, и даже, может быть, и невозможно, а есть. Меня на самом деле это не очень интересует. Почему? Потому что я знаю, что никаких плохих действий с моей стороны и призывов не было никогда никому. Я считаю, что все вопросы решаются мирно, через осознание. А если вас уже в войну втянули, это говорит о том, что вы где-то дали слабинку, потому что в войну втягивают того, кто слабый. вот так получается. Враг всегда втягивается в войну, вернее, нападает только тогда, когда он видит возможность победы в этой войне и получения чего-то. Как и в природе, хищник никогда не нападает на того, кого он не может победить. Ну, зачем, например, волку выбитые зубы, если он прыгнет на какого-то крупного зверя, очень крепкого и сильного, который копытом или рогом ему что-то повредит. Все, это смерть для хищника. Поэтому хищник всегда выбирает того, кто он может победить, кого он может победить. То же самое, если люди пришли с вами воевать или не люди пришли воевать, это говорит о том, что вы слабый, это говорит о том, что вы допустили эту слабину, и это расплата за вашу слабость. Поэтому будьте сильными, будьте хозяинами на своей земле, сильный хозяин, только тогда, когда вы понимаете этот мир, как он вылетит. Но результат от этого будет ещё намного сложнее, нежели сейчас вам это можно представить. Муха бьётся от стекла, потому что ей кажется, что это простой вылет из данной комнаты. Реплика в эфир от Антона. Не в курсе, рот ВЗВ развалился или как? Я не знаю, что это такое. Вот не слышал такого определения. Дальше. Вопрос в эфир от Велимира. Почему из-под юрисдикции РФ не выходишь? Ведь есть правовая база для этого. В смысле? Не понял. Ну, не понял, значит, идём дальше. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Вот про что я и говорю. Не хотят по-мирному, получат по-другому. Это их выбор. Народ не весь дурной и безвольный. Борьба тоже бывает праведной. Революция всего лишь инструмент, применяемый к месту и ко времени. Если другие способы исчерпаны, если бы не революционеры Че Гевара с Фиделем Кубы и её жителями, не было бы. А эволюция возможна только тогда, когда народ у власти бездействия преступно. Продадут Русь по цене китайских сувениров. «Только уменяемые люди из народа у власти могут нести изменения, необходимые для народа. В любом случае, только жизнь разгадывает сны». Посмотрим. Благодарю. У меня сразу вопрос к Олегу из Иркутска. Олег, а кроме Кубы много ли ты можешь привести примеров в современной истории и в прошлом, когда революция привела к какому-то блаженству народу. Давай так подумаем, много ли таких примеров? Так просто на весы положим. Вот здесь кровь, вот здесь гражданская война, вот здесь приход диктатуры, вот здесь проблемы, вот здесь это, 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 а вот тут благость, вот тут хорошо. Давай налево будем класть хорошее, направо проблемы. Ну посерёдочке, там где кровь прошла и в общем-то как-то так всё утихомирилось и вернулись к тому же было. Тогда у меня вопрос, зачем нужно было кровь проливать, если вернулись к тому же было. То есть вот так вот разложим всё это и определим, много ли счастья народ получил от революции. Пояснение, дополнение, можно? Значит, по Кубе. Если бы не поддержка Советского Союза, Кубу бы задавили как я не знаю кого, как там же только пока наши подводные лодки не всплыли, ничего бы не произошло. И там битва в заливе свиней и так далее. Ну не выстрел от Кубы, при том, что там Фидель крепчайший мужик, блин, но без поддержки СССР ничего бы не было. Я вам приведу два других примера, которые не очень-то как бы афишируют. Это действия Аугуста Пиночета в Чили и действия военных в Аргентине. Так вот, мало кто знает, но в Чили по всему побережью работала серия наркозаводов. И гражданин Альенде вел страну в лапы международного консорциума. Американцы, которые расставляли с англичанами. Так вот, Аугуста Пиночет навел порядок в своей стране и уничтожил всех наркоторговцев, после чего они перебрались в другие страны Южной Америки. и он там навел в стране идеальный порядок. А в Аргентине, когда военные пришли к власти, они страну погрузили еще в больший океан коррупции, межусобиц и так далее. И когда спросили у Пиночета в одном из интервью, а как вы добились такого успеха, а вот военные в Аргентине не смогли, он сказал, а мы с группой офицеров работали на благо народа, а они там работали на свой карман. Это я к вам к вопросу об организации и о прочих вещах. Вот подумайте над этим, больше на эту тему говорить не могу. Хорошо. Реплика из Ютуба. Да трусливые все, это сказки. Люди гибнут без надежды, спиваются давно, не могут организоваться, потому что не могут защитить себя. Ну, вопрос такой, вернее, я понял, есть сильные, есть слабые. Еще раз, идет война информационная и не только. В этой войне есть необратимые потери. Слабый человек, ну слабый, ну что ты с этим сделаешь? Да ничего не сделаешь. Помочь ему, некоторым это бесполезно делай, с некоторым помогай. Сталкивался в жизни с такими ситуациями, они же тебя потом начинают топить или нож в спину втыкают. Вот был у меня такой личный жизненный опыт, когда мой ученик, который кричал, что он за меня в огонь и в воду, воткнул нож в спину, но ничего, пережил. Вопрос в том, что вы за других не расписывайтесь, вы сами что-то делаете, что-нибудь. Вот то, что считаете нужным. Если считаете идти на митинг, ну идите, ну просто будьте готовы к тому, что в вас там начнут стрелять провокаторы. Вы должны на это отреагировать. ещё раз, мы не говорим, что нужно идти на митинг, мы говорим о том, что нужно к любой ситуации, которую вы хотите развивать сами с группой единомышленников, вы должны понимать все возможные шаги и последствия, которые в отношении вас предпримут и так далее. Но это обычно точно так же, как в разведку, вы идёте, вы всё продумываете. Вот здесь всё то же самое, всё то же самое, но только более сложно. Всё. Трусливые все это сказки, люди юны без надежды, спаиваются давно, не могут организоваться. Так вот, потому что не могут защитить себя. Если человек не может защитить себя, то стоит вопрос, по каким причинам он не может защитить себя? Ведь если он трусливый, он и так себя не защитит. Если у него нет надежды, то у него нет возможности защищаться. Только за счёт надежды человек живёт, надежда умирает последней. Ну а человек, который спивается давно, какой ему смысл покупать оружие? Он своих же перестрелит в какой-нибудь горячке очередной, в белой. Не могут организоваться? Вот согласен. Вот эти все моменты как раз мы сегодня и озвучивали. Если человек не понимает, как защитить себя, то в этом случае всё перечисленное подходит. Если же он понимает, что защитить себя можно только тогда, когда есть рядом такие же, как он, которые хотят жить в благополучии, которые хотят жить по совести, вот в этом случае он начинает как-то так задумываться. И ему становится неинтересно пить, ему не становится интересно дохнуть от безнадёги. И он начинает предпринимать с такими же другими, как он что-либо. Появляется какой-либо председатель кооператива, председатель колхоза, председатель коллектива, который начинает что-либо предпринимать. Вопрос, ради чего предпринимать? Просто ради обогащения, то есть входа в систему и заработка, это одно. Система вас с радостью примет, потом поддержит и обует. И в конечном итоге вы останетесь с голой, извиняюсь, пятой точкой, и на этом всё закончится. Но своими трудами вы какое-то время систему поддержите. Если же вы видите, что у нас другой вариант существования, и систему необходимо переводить в нечто более подходящее для людей, то есть помочь тем, кто находится в власти и хочет что-то изменить, но не знают как, вот тогда вам необходимо это всё делать. Самоорганизовываться, убирать безнадёгу. Других вариантов нету, нету. Спивайтесь, нравится спиваться, спивайтесь. Оружие вас не спасёт. Пьяный дурак, он застрелит и себя, и других. Тот, который трусливый, так он и оружие тоже ему будет бесполезно. Ну, сколько уже экспериментов проводилось. Подавлена воля солдата, он, имея вооружение и превосходство живой силы в технике, проигрывает. Он оказывается побеждённым. Почему? Потому что он трусливый. Его организоваться — это другой разговор. Организоваться можно, когда есть какая-то идея и понимание. Если нет понимания в голове, какое бы у вас ни было оружие, какие бы там высокие цели, вы там что-то не говорили, всё это полная ерунда. Начните с себя до начала. Поймите, кто вы, зачем. Вот и всё. Всё остальное — это так, разговор ни о чём. Алексей, ещё как бы в добавление. Сионский протокол номер один — толпа слепец. Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы. Я сейчас тебя останавливаю, потому что ты читаешь то, что запрещено в Российской Федерации. А они запрещены? Да. Ну это чтобы их не читали, тогда я не читаю. Ну просто найдите и почитайте. Ты так часто их упоминаешь и уже начал цитировать. Ну ладно, одно дело упоминания, другое дело цитирования. Не знал. Вот это упустил из виду. Надо обновить информацию. Ты ещё «Майнкамф» начни цитировать. Не, я могу упасть. А, понятно. Так, хорошо. Хотя в некоторых запрещенных книгах иногда, не с точки зрения того, что я хочу нарушать закон, а так я прослеживаю, иногда даже очень здравые мысли находятся. Конечно. Потому что ведь люди, которые их писали, не всегда являлись подлецами исходно. Они как-то пытались найти какой-то выход из ситуации, и вполне возможно что-то там прослеживалось. Я ни в коей мере не хочу защищать запрещенную литературу. Если её запретили, значит, по каким-то признакам, причинам что-то кого-то не устроило. Наша задача понять кого, по каким признакам, и сделать выводы. Но не более того. Цитировать мы пока не будем, потому что кому интересно, тот найдёт. Найдите. Я вам даю подсказку. Прочитайте, и всё поймёте. Ребята, читайте литературу врагов. Понятно. Вопрос в эфир от Велимира. Почему говорите о законности, а сами закон не соблюдаете? Высшая власть, референдум. Так просто исполните решение референдума. Ну, есть механизм исполнения референдума, созыва и так далее. Нет, он говорит про референдум, который перед разрушением Советского Союза был, когда большинство выразило Советскому Союзу быть. А, ну так это же связано совсем с другим. Есть люди, которые страну сдали, которые должны были исполнять эти все законы. Если они их не исполнили, значит, они в этом виноваты. Это вот как раз проявление того, что народ выразил свою волю вот так, а те, кто осуществлял властные функции, сделали совсем по-другому. Вот вам и разрыв между верхушкой и народом. Вот и всё. Понятно. А те, кто должен был защитить, не защитили и не исполнили. Всё очень просто. Поэтому всё понятно. Идём дальше. Иностранное написанное имя, поэтому Степан Степанович не называю. Вопрос эфир. Что за космические законы, о которых говорят, но никто не озвучивает? Ну, я не знаю, что такое космические законы. Есть определённые принципы. Вот принцип — то, что лежит в основе. Это описывается в герметических текстах. Ну, скажем так. «Изумрудный скрижаль гермеса тресмегиста». Найдёте, почитайте. Всё идёт оттуда. Все лапки оттуда растут. И есть не космические законы, а универсальные принципы, по которым работает, ну, как бы, механизм Вселенной. И то, что находится за атомарным уровнем. Определяется это всё и сравнивается через метод аналогии. Метод аналогии — это метод, который позволяет изучать сходные процессы, казалось бы, несовместимые между собой, и находить там общее. И переносится потом это на ту часть феноменов мира, которые находятся за пределами изучения человека с помощью приборов, телескопов, микроскопов и прочих. Ну, как бы, вот так. Идём дальше. Виталий Колесниченко. «Пересечём, Алексей, всё равно». Спасибо за ответы вам и Вадиму. Реплика в эфире из Ютуба от «Некто». Какой мир? Закон силы и закон джунглей. Ну, замечательно. Нравится жить в джунглях. Поволчивать, пожалуйста. Смотрите, подождите. Закон джунглей. Ну, не уподобляйте и не обижайте зверей, потому что у них всё очень разумно. Те же волки не убивают больше, чем могут съесть и так далее. У волков в стае работает социалка. Они не бросают стариков, детей и так далее. Кстати, русская община жила точно по таким же принципам. Это универсальный принцип. А волк в этом отношении уникальное животное. Лично мне они очень нравятся, уважаю. Ну, понятно. Здесь просто имеется в виду другое. Здесь закон джунглей, конечно, должен быть в кавычках написан. Конечно. Какой мир? Вот как говорят тамбовские волки, товарищи. Ну, так кто что ищет в этом мире, тот, кто и получает. Куда свои мысли направляешь, что к тебе идёт? Если ты хочешь жить в джунглях, но обязательно найдётся тот, которого посильнее, лапы у которого когти поострее, клыки побольше. Ну и, в общем-то, понятно. Если ты хочешь жить в другом обществе, человеческом, то в этом случае там как-то без этого всего обходится. И мысль есть всё. Если в законе джунглей, в кавычках, сильный побеждает до поры до времени, пока более сильный не находится, то в человеческом обществе там немножко по-другому всё. Там мысль. А в законе джунглей не мысль, а инстинкты, какие-то рефлексы и так далее и тому подобное. Что ищешь, то и получишь. Я не против. Можешь делать, что хочешь. Вопрос, пойдёт ли тебе это на благо. Хотя, может быть, в этой твоей жизни это необходимо тебе. Я же не судья и не учитель твой. Вполне возможно, что это твой урок в жизни. Кто его знает? Может быть, в джунглях надо пожить. Так, дальше. Реплика в эфир от Антона. Я про российское общественное движение «Возрождение. Золотой век». А про Веча Сидорова в курсе? Благодарю. Сидоров — это тот, который исследователей... Историк? Историк, да. Очень интересно. Я ему послышал. Нет, работы Сидорова смотрел. Читать не читал. Некогда. А вот ролики все смотрю. Ну, здравый человек, что там, любая инициатива, которая поднимается такими людьми, ну, если вы находите там рациональное зерно, ну, надо поддерживать. Что касается того, распалось, не распалось, не знаю, к сожалению. Я тоже не в курсе, поэтому за кого-то другого говорить не буду. Не понимаю, как человек пишет книги, а информация о выходе из-под юрисдикции не владеет, поэтому прошу зачитать мою реплику. Реплика в эфир от Велимира. Я, как большинство в нашей стране работал, служил в армии, информацию о том, что в стране происходит, из телевизора узнавал, верил тому, что по телевизору говорили, показывали. Однако в 2009 году получил доступ к интернету, а там другая информация есть. Стал изучать. И вот увидел видеоролик. В нем депутат Госдумы, член Комитета по бюджету Федоров Евгений Алексеевич говорит, что СССР потерпел поражение в ходе холодной войны. Потерпел поражение в холодной войне. «Оккупант пятой колонны из-за поражения в войне России платит дань США». Узнал, что в Конституции СССР писали сотрудники ЦРО и США, что депутаты Госдумы принимают законы по указанию из Вашингтона. Ну, я сейчас чувствую, мы будем цитировать всего Федорова. Я думаю, что роликов огромное количество, многие уже посмотрели. Однако я на тот момент времени, пока еще не начал войны, с поражением не согласился, платить дань купантам отказался, узнав о том, что я потерпел поражение в войне, в которой вроде бы участия не принимал. Я перешел на самоуправление, написал соответствующее заявление. Я стал изучать все, что связано с этой войной. На данный момент я являюсь военнослужащим, призванным в военные, в общем, в армию СССР, вооруженной силы СССР. Нахожусь под присягой СССР и действую согласно присяге, данной мной СССР. Глава местного самоуправления Калининградской области СССР Власенко Виктор Леонидович. Ну, я понял, о чем вы говорите. И про эту нестыковку, про референдум. Ну, как бы, вот, сейчас попробую сказать, подобрать нужные слова. Мое мнение, это то, что вы цитируете, это частный случай. То есть, цепляться за СССР, ну, я свое мнение скажу. Вот, в результате того, тех действий, которые развалили СССР, от нас отвалились те, кого больше принимать обратно в Союз нельзя. Вот и все. Насчет вот этой нестыковки и службы СССР и РСФСР, ну, лучше служите народу. Вот это лучше, на мой взгляд, но это мое мнение. Помните, что вы славянин, русский и так далее. Что вы должны жить по определенным родовым обычаям, принципам и так далее. СССР имел хорошие стороны и плохие. Вот одна из нехороших сторон, что была создана информационная среда, которая людей превратила, ну, скажем так, в слепых котят, именно в той сфере, которая связана с управлением государством и так далее. Вам рассказали про народовластие, но не объяснили, что народовластие должно взаимодействовать с верховной властью, с центральной. И по-другому в большой стране управление организовать нельзя. Ну, просто вот как практик, вот просто прикиньте, как вот вы бы управляли такой большой страной. Должна работать как система АПСИН и прочих систем самоуправления выборных. И должна работать центральная система. Вы можете себе представить армейское подразделение, в котором все будет решаться голосованием всех солдат. Я вам напомню, когда в истории был такой случай. Этот случай привел к поражению русской армии в Первой мировой войне, когда солдатские комитеты решали, когда им в атаку идти, а когда не идти. Армия – это жесткая структура, где все написано кровью, как устав караульной службы и так далее. Вот если вы солдат СССР, вы просто об этом подумайте. Вот и все. Сейчас война в первую очередь ведется информационная. Люди не знают, за что хвататься и что делать. Кто-то кричит, надо хвататься за оружие. Ну, это верный путь на пулеметы идти с палками. Вот и все. Есть другой способ. Вот просто подумайте об этом. Ну, больше ничего не могу сказать. Большое спасибо. Но в целом вашу позицию уважаю, потому что, ну, вы боретесь так, как вы это понимаете. Это хорошо, это лучше, чем ничего. Большое спасибо. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Если бездействовать, Алексей, то точно современная политика воров убьет Руси. И это дело времени. Честь всегда была у русичей, выше жизни. И одного примера достаточно, даже если 2% шанса на победу, это в два раза больше, чем надо. Кто понимает, принимает бой, а кто идёт на север. Индейцы погибли так, они хоть сражались. Они философствовали о эволюции с завоевателями, которая не всегда приемлема. Ну, вопрос ко мне задан, поэтому я отвечу, Олег, я ни разу не призывал к бездействию, а наоборот призывал к действию. Где в моих словах ты увидел или услышал призыв к бездействию? Где ты услышал, чтобы отсиживаться? Я призываю к тому, чтобы, первое, проснулось сознание и осознание. Второе, через сознание, сознание и совесть проснулось ведание. Когда человек ведает и осознанно всё делает, его невозможно провести на мякине, его невозможно увести в сторону. И тогда все его действия ведут к одному, очень важному, строительству державы. Вот всё, что я сейчас сказал, где ты здесь видишь бездействие? Дальше. Когда человек начинает развивать структуру информационную, свою личную структуру, создаёт свои какие-то учреждения, где что-то производится реально, а не просто из воздуха какие-то создаются денежные средства, фантики, здесь тоже я не вижу какого-то призыва к бездействию. Чем больше становится хозяев, которые понимают, что и как делать, тем просто-напросто у негодяев и социальных паразитов, как это сейчас говорит Вадим, уходит земля из-под ног. Управлять хозяевами невозможно. Хозяева управляют. И те, которые забрались на высокое дерево, они вдруг начинают ощущать некое покачивание, и это покачивание им очень будет не по нраву. Им придётся или съесть, или спросить, а чё ребят качаете-то, чё делать-то? Вот это тоже надо всё учитывать. Поэтому просто выйти на митинг можно, показать недовольство можно, а порой даже и нужно. Но вопрос, что будет дальше и что после этого дальше, чья кровь прольётся в конечном итоге. Я говорю, есть простой способ биться головой в прозрачное стекло и злиться на то, что вы не вылетаете куда-то в светлое будущее. Есть другой вариант осознать, что происходит, спокойно вылететь туда, куда вам надо, подсказать другим. Я говорю, мы сейчас похожи на некоторых представителей животного мира и мира насекомых, к сожалению. Поэтому я не предлагаю ждать, я предлагаю действовать, но действовать именно в том направлении, которое является беспроигрышным во всех случаях, абсолютно во всех. Вы разовьётесь сами, вы поможете развиться другим. Вы сделаете Родину лучше и чище. И даже если по каким-то причинам этот план не удастся, настаёт вопрос, а что, у Бога времени разве не много? А ваши труды, что пройдут мимо и даром? И ваше развитие, оно что, так вместе с водой в песок уйдёт? Нет. Задайте себе вопрос, вы для чего на Земле-то живёте? Что вы делаете на Земле? Когда вы всё это зададите, эти вопросы, дадите себе честные ответы, то в этом случае всё станет на свои места. Так что никого я не призываю, ни к каким-то петициям, ни к каким-то там революциям или чему-то ещё. Но я не призываю к безделью, я не призываю, чтобы сидеть в сторонке. Я призываю к одному — действие, которое исходит из здравомыслия, из плана божественного. А чтобы быть в божественном плане, необходимо понять, кто вы и для чего вы. Всё очень просто. Трудитесь над собой в первую очередь. Автомат в руках обезьяны — это страшная вещь. Как и гранаты, как атомная бомба — это страшная вещь. Кто мы такие? Вот мы сейчас на уровне вот этих вот человекообразных, которым в руки пытаются засунуть автоматы, сказать «стреляйте!» Тут ваши враги, вон сколько реплик. Давайте вооружаться, давайте защищаться. От кого и как. Все наши деньги будут уходить на строительство не этого мира, не создание колхозов, не создание кооперативов, не создание производств, не создание своей торговой системы. Они будут уходить на другое. На оборонные комплексы от любого соседа. Вот понимаете, что будет происходить? Мы все будем переходить в бункеры жить. И жизнь от этого ещё больше усложнится. Но пока вы будете жить в бункерах, боясь высунуть как рот нос из своей норки, то в этом случае те, кто ваши недруги, они будут владеть вашей землёй. Вас просто под землю загонят в конечном итоге. Вот и всё. Вам это надо. Надо – это ваш путь. Пожалуйста, бетон вам в помощь, арматура. Заливайте. Закупайте оружие и так далее. Это ваш путь. Я не призываю. Но я и говорю, что это тупиковый путь. Это не наш метод. Реплика в эфир от Антона. Знакомы ли вам труды Романа Ключника? Тебе знакомы? Нет. Мне отчасти знакомы. Дальше. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир от Виталия. Я не хочу жить в джунглях. Чё скажешь, Виталий? Ну, так, пока, если это джунгли мир, ну, надо научиться в нём выживать. Кстати, по поводу оружия я свою позицию произнесу. Но, скажем так, я произнесу очень аккуратно. Если бы я, допустим, руководил этим государством, я бы в обязательном порядке провёл закон, аналогичный закон, который есть в Соединённых Штатах Америки, о том, что оружие определённой категории может быть в доступе у граждан. Именно у граждан. Почему? Потому что в государствах демократии, на которые так все любят селяться, ссылаться в Древней Греции и в Риме, в колыбели демократии так называемой, не граждане оружием владеть не могли. Если кто-то полагает, что ему для защиты жизни и здоровья необходим ствол, а лучше несколько, в соответствии с законами Российской Федерации, он может это оружие приобрести, должным образом оформить и хранить дома. Вот. А дальше он должен поступать так, как диктует закон об оружии. Ну, больше я на этот счёт ничего не скажу. А там думайте, что хотите. Большое спасибо. Понятно. У мужчины должно быть оружие. Я оружие люблю у воина. Вот. Всё, с репликами вопросами закончили. Время мы так уже перебрали на час восемнадцать минут. Так что пора уже как-то там закругляться и честь знать. Я считаю, что добро должно быть с кулаками, это однозначно. Но помимо добра и кулаков ещё должна быть разумность и божественность. Если вы доходите до кулаков, это означает, где-то вы что-то не разумели, где-то вы что-то не поняли. Мудрый выигрывает битву до того, как он в неё вступит. Он не допускает просто битвы. Победу он одерживает до сражения. А дурак всё время пытается залатать дыры на своём корабле вместо того, чтобы произвести капитальный ремонт и правильно. Он всё время нанимает не ту команду, он всё время нанимает не тех генералов, он всё время где-то кому-то уступает и так далее и тому подобное. В конечном итоге приходится биться. Приходится биться. И не всегда выигрыши. Остается тот, кто вот это всё допустил. Поэтому, если вы здравомыслящий человек, просто-напросто осознавайте, что нельзя допускать до тех событий, которые нужны вашим врагам. Задайте просто себе вопрос. А то, что я делаю, это несёт пользу моим родам, моим близким, моей державе или всё-таки несёт пользу моим врагам, которые нас разобщают, разделяют, стравливают, науськивают, хотят, чтобы мы друг друга поуничтожали. Просто всегда задавайте вопрос, кому это выгодно. И всё будет становиться на свои места. Ну что ж, давай как-то подводить итог сегодняшней нашей встречи. Напомню, что передача у нас была посвящена теме «Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект. Часть 2». Уже у нас не 30 марта, а 31 марта. И не четверг, а пятница. По одному из старинных календарей 29-й день пробуждения, месяца пробуждения природы 7525-го лета. Вадим Осин, автор-сказитель, писатель, потратил много времени на то, чтобы нам разъяснить очень, на мой взгляд, простые и важные темы. Итак... Разъяснить, произвести информационный обмен. Давайте. Мне это слово очень нравится. Ясность в наших рядах — это очень важно. Для того, чтобы произвести обмен, необходимо внести ясность. Поэтому разъяснить, внести ясность и донести. Итак, подводим жирную черту. Говори. Черта короткая и простая. Следите, когда книжка выйдет, прочитайте и дайте прочитать другим. Если по каким-либо причинам выйти не сможет, вы её увидите в интернете. Слушатели из Эстонии, Олег, по-моему, да? Если что, оставьте Алексею... Виталий. А, Виталий, прошу прощения. Оставьте свой контакт Алексею, Алексей, если вы не против, а я ему... Ну, мне перешлите. А я потом тогда с ним свяжусь и электронную ссылку дам, откуда взять информацию. В форму обратной связи вам в помощь пишите. Да. Вопрос такой-то, для того-то, того-то. Дальше будет передача. Всё? Ну, собственно говоря, всё. Всем удачи, ума, понимания ясности целей и здоровья. Будьте здоровы. Благодарю тебя за добрые пожелания. Присоединяюсь к тому, что было сказано. Ко многому присоединяюсь. Конечно, у меня есть некоторая своя точка зрения, на некоторые вопросы. Да, это нормально. Все мы люди, все мы живые. У нас есть свой опыт, своё представление, свои знания какие-то. И я считаю, чем больше мы делимся друг с другом в мирной обстановке, тем сильнее мы становимся. Потому что, если отнять яблоко или отдать яблоко, яблоко пропадает у вас. Если же вы поделились знаниями, то знания увеличились. Наша задача — увеличивать знания, причём добрые, которые несут позитив, несут добро, и которые помогают нам становиться сильнее, лучше и строить то, что необходимо строить для того, чтобы наши рода существовали и жили в достатке. То есть державу. Хотя держава — это всё лишь навсего инструмент. Не думайте, что я призываю вас коллекционировать инструменты. Нет. Я предлагаю создать державу для того, чтобы в ней можно было творить великие дела добрые. Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное Славянское Радио Алексей Орлов В1-8. До новых встреч. Услышимся. Быть добром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова